Сейчас я проверю, что все отлично. Дорогие коллеги, здравствуйте. Ну, собственно, я не удивлю ничем новым, я всегда говорю про одно и то же и на всякий случай напомню, что у нас среди тангутского корпуса есть такой замечательный тангутско-китайский глоссарий, который называется «Своевременный перл в ладони тангутского и китайского языка», который был составлен неким Хвердерин Пху и издан в 1190 году. И есть два издания, как минимум, кстати, одна страничка была найдена даже в том же самом Дуньхуане, то есть он был распространен по всей территории тангутского государства. И он важен помимо того, что это двуязычный словарь, он еще и важен тем, что это был не просто словник, который стремился, скажем, к полноте или к чему-то еще. Судя по предисловию, речь шла о том, чтобы создать такой тезауру с тангутской культурой и максимально репрезентативно представить ее иностранцам, то есть, соответственно, прежде всего китайцам. Ну и, чтобы заинтересовать не тангутоведов, могу сказать, что он, в принципе, интересен не только с точки зрения изучения тангутов, но и с точки зрения изучения китайцев. Поскольку это материал, подготовленный для провинциальных китайцев, там, XII века, северо-запада, и, соответственно, там иногда выскакивают вещи, которые мы не встречаем в каких-нибудь элитарных столичных памятниках, а у нас всегда в Китаеведе небольшая проблема дотянуться до какого-то простого человека, поэтому здесь это тоже не решено своего интереса. Ну, я, естественно, гораздо более уверенно себя чувствую, рассказывая про какой-нибудь салат-латук, вот, значит, бывшие недавно в Петербурге не дадут соврать, но словарь не ограничивается, значит, какими-то простыми вещами, поэтому на обществе и государстве я стараюсь подобрать что-нибудь более глубокомысленное, тем более, что мне это обычно трудно, и здесь, соответственно, есть возможность выслушать всякую, значит, любую какие-то критику, значит, и прочие добавки. Мне всегда это, естественно, обязательно пригодится. Сегодня поговорим про раздел на четвертом листе, значит, А и Б. Это, кстати, один из двух листов, всего только третий и четвертый лист имеют параллельную погенацию тангутскую и китайскую, а потом, значит, издатель почему-то решил тангутскую выкинуть и оставить только китайскую. Почему, я совершенно не знаю, но, тем не менее, и, значит, раздел этот называется Мэй Квэй Пху, и первый знак неба, мы про него поговорим подробнее. Третий знак верх-верхний, высокий чтимый верхняя одежда, который, собственно, как и в Китае, у тангутов мог использоваться в качестве порядкового первого списка из двух или трех позиций, а второй знак действительно может означать тело, в том числе тело человека, и это немножко дезориентирует, потому что мы с вами сейчас увидим, что никаких небесных телах в этом разделе речи нет. Но спасает то, что тангутский знак также имеет значение основы и ядро, и, собственно, значение это передано и в этимологии знака. Напомню, что у нас из тангутских словарей есть словарь «Море письмен», который представляет этимологию знаков с точки зрения создателей письменных. Естественно, эта этимология не научная, не лингвистическая такая, ученая, кабинетная, но это может быть даже и интереснее. Соответственно, вот этот знак в этимологии объяснен через знаки «нгью», который означает «тело», и знак «хвэй», который означает «большой» или «старший». То есть это не небесные тела, а первый раздел, это первый раздел первой большой главы словаря, и, соответственно, назначен «важнейшее в небе», значит, номер один. Рассмотрим мы этот раздел целиком, это большая удача, потому что обычно мне приходится дробить эти куски как-то на свой вкус, а здесь у нас, я даже повторюсь, мало того, что он весь целиком, он даже выделен автором вот этими прекрасными картушами, так что здесь нет никакого сомнения, что это действительно прямо полный, целый раздел, и, соответственно, вся полнота информации, которую нам хотели передать, будет нами здесь воспринята. Всего в этом разделе восемь вхождений, давайте посмотрим, что у нас там есть. Соответственно, номер один – это «мэйцхву». Отметим, кстати, такой нечастый вариант написания названия первой триграммы или гексограммы «тянь», который у нас тут дан. Первый знак – это один из самых распространенных вариантов обозначения неба, и автор глоссарий его использует как своего рода гипероним для того, чтобы разные небеса объединять. «Мореписьмен» поясняет этот знак как небо в густейшей обширности, то, что покрывает множество рожденных, то, что прикрывается. Соответственно, тангуты, по крайней мере, в этом словаре следовали концепции неба как зонтика, не как белка в яйце, а вот как зонтика. И этимологизируется этот знак через знаки, так, это вот «тянь», понятно, через знаки «хэндион» строить, причем это прямо основное значение, там в этимологии «искусные колонны», то есть это строительство, прямо строительство, или постигать есть значение. И через знак «тхо», который означает «завершать, заканчивать». То есть небо – это что-то, значит, либо построено, либо то, на чем закончилось строительство. Это довольно любопытно, потому что понятно, что это можно бы соотнести с вот этой идеей ремонта небосвода, которая приписывается Фуси и Нюйва, но, в принципе, в китайских текстах обычно, когда говорится про небо, то обычно говорится, что это то, с чего началось, там, рождение всего сущего и так далее. Вот здесь выбрана некая другая идея. Возможно, я так тихонько надеюсь, что это может быть какой-то образ, понятный тангутам. То есть вот в тангутской мифологии каким-то образом, например, создание мира на небе закончилось. Очень было бы любопытно, если это так. Второй же знак этимологизируется через знаки ренгве, то есть небо небесное императорский, еще он нам встретится, и нзви крыло, которое тоже, естественно, с небом вполне связано. Иногда этот знак действительно может передавать триграмму тянь, например, на листе 10а у нас есть перечисление всех восьми триграмм, но при этом это не фонетическое заимствование. В среднекитайском знак тянь читался как кань, в перле он транскрибирован через знак кхиан, то есть как-то так он читался в ганьцу и нинся. И, следовательно, это, скорее всего, или, по крайней мере, не очевидно, значит, заимствование. Есть довольно много примеров, где это просто один из синонимов для неба, и в чем он отличается от другого, это пока, честно говоря, трудно. Что это вместе? Легче всего трактовать как два синонима. В перле такое бывает некий набор нужной лексики, но посмотрим. Возможно, у нас будет возможность прояснить это чуть дальше. Следующее вхождение РНГВМЭ. Второй знак мы знаем, это небо наше, значит, по эксцелленс. А первый мы тоже уже встречали в этимологии второго знака предыдущего вхождения. Он означает небесный императорский, причем в небесном значении это либо чисто астрономическое значение, типа небесный свод, либо что-то, опять же, как нечто правителю дарующее власть. Именно это слово используется, кстати, в тангутском императорском титуле РНГВНЗВИ, то есть это небесный, августейший правитель. Знак этот этимологизируется через аммоним МНГВ, который голубой или темный, это, значит, как положено, цвет неба, цвет дерева, цвет травы. И, видимо, это тот самый случай, когда этимология кабинетная, она совпадает с научной, потому что их аммонимия, она, вероятно, также связана с тем, что это эликсические связи тоже есть. То есть этот небесный правитель, он, скорее всего, был такой голубой правитель, да, правитель небесного, голубого цвета. И здесь, конечно, хочется сразу вспомнить кёг-тюрков, которые с небом тоже были связаны. И, соответственно, второй знак в этимологии, это уже известный нам ЦХВУ, который, значит, три грамма тянь из предыдущего вхождения. Все вместе, видимо, два, является калька китайского выражения августейшее небо. Здесь китайский порядок слов в тангутском знаке, что обычно бывает в китайских кальках, со всей семантической нагрузкой, о которой мы говорили, в том числе связью с императором. Это не синонимы, потому что небо Мэ уже было выше, и, соответственно, не надо его снова применять, то есть это словосочетание, и, вероятно, и в первом случае это все-таки тоже надо трактовать как словосочетание, только в стангутском порядком слов, и, возможно, если здесь у нас имеется в виду небо как то, что дает власть императора, то в первом небо как некое космогоническое начало. Следующее Ху Мэ, второй знак знаем, это значит гипероним неба, а первый знак с ним непросто. У нас есть, на самом деле, два знака, которые выглядят графически идентичны, но один читается как Са И, а другой Кху. К счастью, в перле есть транскрипция, и, соответственно, звучание знака передано через китайский иероглиф ВО, который в среднекитайском звучал как Квад, так что можно без опасений выбрать второй вариант Ху. Знак этимологизируется через почти аммоним Кху, император, правитель, причем он не специально тангутский, а вообще правитель, индживон, птица, дичь, летать, петух в календарном значении, вот в таком духе. Знак целиком, судя по морю письмен, обозначает некого духа защитника, почти везде он фигурирует в словосочетании Кхумэ, и, кстати, это амонимичное нашему словосочетание, второй знак, которого даже графически близок нашему небу, и все это вместе также означает какого-то духа, и, соответственно, все вместе это некие духи-защитники, которые могут даровать богатство, счастье, защитить в бою, и по пояснению моря письмен, весьма популярны среди простонародья. Судя по этимологии, этот дух визуализировался как некий летающий властелин, или что-то в таком духе. Именно это наше выражение со знаком неба словари не отмечают в принципе, даже почему-то не отмечают его наличие в перле, хотя Хан Сяоман декларирует, что учел все светские памятники, обычно так и делает. Возможно, здесь автор глоссария пытался подогнать под свою небесную тематику как раз беном, связанный с защитником, и чуть-чуть докрутил знак, видите, он даже как бы графически они совпадают, не только фонетически, и выражение в целом, видимо, должно передавать идею неба как божества или небесных божеств, что передано китайским термином не вполне очевидно, поскольку в словарях вот это хао-тхень трактуется как обширный небосвод. В джоуской эпиграфике хао, кажется, имеет значение быть недовольным, может передавать образ грозного неба, но это совсем непростой путь понимания, и я, в общем, сомневаюсь, что в XII веке китайцы, и тем более тангуты, вот знали значение по джоуской эпиграфике. Между прочим, одно из китайских трактовок хао-тхень вот в Хуайнайнзе связано с тем, что это западное небо, и здесь есть такая немножко удивительная для меня совпадение, потому что вот этот самый знак птицы, который в этимологии первого знака, поскольку петух, то он совпадает, вот так же отвечает за знак йоу, который тоже за западное направление отвечает, но, может быть, это уже прямо немножко слишком сложно, хотя это теоретически можно увязать, потому что, скажем, у монголов, когда они отошли от культа неба как единого божества, появилось 77 тенгриев, то есть малых небес, таких вот духов небесных, которые делятся на сколько-то западных и сколько-то восточных, а, в принципе, вот эти божества, которые здесь в анамнезе, они очень похожи на таких вот тенгриев, так что, может быть, тем не менее, и запад здесь тоже можно припихнуть. Едем дальше. Второй знак «знаем» это значит «небо», а первый темологизируется через знаки «са» связывать и «ни» лицо-поверхность, значение самого знака «добрый человечный» видим именно как значение связано с межчеловеческими контактами, соединяет лица и все такое. Соответственно, «доброе небо», что в целом передано в китайском варианте, однако, не вполне ясно, потому что предыдущее выражение, которое связано с духом и «защитник», вроде как тоже более-менее доброе, но, может быть, они не были уж таким бескомпромиссно добрыми, так что нужно было что-то добавить. Также, в принципе, я не исключаю, что «беном» мог быть создан просто для передачи вот этого китайского обиходного выражения, и, впрочем, кроме Качанова это «милостивое небо» нигде не отражено, и он, видимо, здесь базируется на китайском варианте, так что частотным это выражение назвать нельзя, но это может быть вопрос сохранности текста. Следующее. Тут мы знаем оба знака. Второе небо, а первое видели в названии разделы «верх-верхний, высокий чтимый». Не очень понятно, какой оттенок значения неба стоит видеть здесь. Высшее небо, это можно сказать о небе как о небозвоне, о небе как о миростроительной силе космогонической или политической, об обожествленном небе защищающем или милостивом. Трудно вообразить какой-то принципиально новый смысл. Возможно, речь идет о каком-то обиходном тангутском выражении, типа современного китайского «лаутхэн», которое лишено особо глубокого смысла, но тем не менее довольно частотно, потому что ничего такого больше интересного здесь придумать не получается. Здесь, как мы видите, дальше мы уходим от вхождения, в которых используется гипероним «мея», переходим к иным. Первый знак – это 9, а второй – этимологии для него нет, он встречается в числе синонимов неба, и все выражение вместе в одной из дворцовых вод, где говорится о 9 белых вот этих вод, которые покоятся на колесах ветра, их окружает солнце, луна и созвездия, а 10 черных земель окружены водяными морями, горы, холмы и реки соседствуют друг с другом. Также в переводе «ши дзина» из лесокатегории это выражение используется для передачи термина китайского «дзюгао», то есть 9 водоемов, но в данном случае это, видимо, скорее 9 обширностей. Вспомним примеры Чингисхана и Далай-Ламы, где в степях иногда образ чего-то большого, огромного передается именно через образ водоема, это, видимо, что-то вот такое. Упоминание води, которые считаются такими самыми какими-то корневыми прям тангутскими оригинальными памятниками, заставляет надеяться, что это очень оригинальный тангутский термин, и, видимо, эти 9 обширных обозначали все небо целиком, скорее всего, слоями, хотя, в принципе, это может быть и заимственным понятием, потому что эти дюсяо, как крайняя высота неба, где живут цветы, есть в китайских текстах тоже. Следующее, лео нги, первый знак один, а второй этимологизируется через знаки нге, прозрачный, и ркау, глаз, соответственно, собственное значение прозрачный, все вместе дает ням одно прозрачное, видимо, тоже эпитет, единое прозрачное, тоже эпитет для обозначения неба, вполне очевидно, но в китайских текстах кажется неотмеченный, так что есть надежда, что это тоже какой-то оригинальный тангутский концепт. И последнее, цхонга, отметим, кстати, упрощенную форму знака в китайском варианте, первого знака этимологии нет, но, например, используется для перевода знака кхо в лунью, то есть пустота, и есть иные примеры это значение подтверждающие, а второй не слишком очевидно этимологизируется через аммоним стирать, смывать, выливать, и хальда рука, собственное значение пустота, отсутствие, с пояснением во рту есть пустота, но, собственно, не поспоришь. Выражение целиком также упомянуто в море письмен, во фразе пустая пустота это то, где для глаза нечего видеть, для уха нечего слышать, и вообще довольно часто используется. Тут более чем вероятно китайское влияние, поскольку в китайском этот самый сюйкхун используется, конечно, как эпитет неба, но в китайском это, вероятно, тоже пришло из санскрита. В махавьютпати это, значит, санскритско-тибетская энциклопедия, которая потом получила китайские манжурские глоссы, есть выражение гагана, которое, значит, или гаганам, которое по-тибетски дает нам нам мха, и китайский дает нам как раз сюйкхун, и это эпитет неба, при том, что в санскрите гагана это пустота, термин для нуля и тоже эпитет неба, так что здесь все сходится, и это вхождение, соответственно, связано с небом в таком буддийском понимании. Значит, все, какие тут могут быть выводы, ну, во-первых, Артем Ильич не даст соврать, когда у нас есть некий закрытый список, пусть даже про одно понятие, хотя небо это все-таки, да, не сельдерей, то это многое может сказать второе, мы видели много определений неба, вероятно, в разных смыслах, космогоническом, связанном с властью, обожествленным, просто милостивым, просто высоким, понимаемым, как девять обширностей или как единая прозрачность, а также термин с буддийского ассортимента, во многом очевидное наземное влияние, но во многом нет, что, собственно, для нас, как всегда, самое интересное, ну, и, как всегда, некоторые любопытные примеры ученой этимологии, оставленные нам создателями тангузской письменности, они иллюстративны и, на мой взгляд, вполне любопытны. Как всегда, я хочу поблагодарить коллегу Эндрю Уэста, который сделал шрифт, которым я пользуюсь, и программу Бэбл Пэд, которая позволяет набирать тангузские тексты с большой легкостью, ну, и всем, собственно, мирного неба над головой, а я готов ответить на ваши вопросы, если они есть. О делах наших скорбанных, если вы призываете мирное небо. Значит, по Ти вначале, ну, а почему не воспользоваться, так сказать, стандартным смыслом сущность, небесные сущности? Ну, да, ну, просто вот, когда читаешь, то ожидаешь, что тут будут какие-нибудь небесные тела, они в следующем разделе, который называется небесные образы, да. Нет, я понимаю, что это в Тхи тоже есть такой подтекст, да, но... Нет, это не подтекст, дело в том, что как раз именно понятие сущности этот термин нарастил вот с конца хань, и поэтому как раз к этим временам это значение, и оно стало буддистами прежде всего, значит, разрабатываться, и от Сюань-Сюэ перешло к буддистам и стало у них там главным, и, собственно, это оппозиция Тхи-Юна, это там, так что здесь, конечно, это просто сущности. Вот. Значит, ну, маленькое замечание, все про космогонию, космогонию, совершенно не обязательно, космогония это мифология, а здесь уже космология, прежде всего, космология. Ну, там просто, видите, речь шла о всяком, значит, сотворении и так далее, я подумал, что может быть связано с этим. Может и нет, да. Может быть и нет. Вот у вас, понимаете, вот у вас, вы сами ввели космогонию, и поэтому стали космогонически мыслить о сотворении, а если бы вы использовали термокосмология, вы бы сами себя дальше уже, так сказать, не запутывали ложными друзьями переводчиков, которые вокруг нас кружат, как коршуны, и, значит, хватают жертвы свои. Значит, опять же, из, ну, тривиального, мне кажется, вы как бы ходите более сложными путями, хотите, есть более простые. Помните, у нас там доклад, мы читали, что мы усложняем, мы тут усложняем, нам китайцы рекомендовали китайский профессор, вот, упрощайте. Значит, тянь-тиань, тянь, ну, у Щуцкого, творческая сила, это небесное творчество, творчество переводится, то есть, это творящая сила неба. Я, кстати, у Щуцкого это видел, но я в итоге это не нашел нигде в словарях, может быть, я просто не доискал, то есть, и везде говорится про то, что там небо-небо, а вот то, что творчество... А в каких словарях? Ну, в таких, каких-нибудь хороших. Ну, то есть, там, как хай-хань-юй да цедения, то есть, там про небо есть, а про творчество мне не нашлось. По термину тянь словарем является специальная работа, поскольку это термин. Многих терминов, вот я докладывал о медицинских значениях в установках Компартии. Их нет в словарях обычных, вот, а специализированных есть, поэтому, ну... Мне, кстати, очень хотелось это использовать, но я не решился, потому что, может, деда Щуцкий увлекся. Очень зря, нет, почему? Нет, это смысл... Тогда это будет творящее небо. Творящее... Нет, небесное творчество, если по стандартам, небесная творящая сила. Вот, с нами творящая сила, как сказали бы, значит, люди религиозные. Вот, это все очень просто. Потом, опять вы, по-моему, усложнили с... Да, кстати, и насчет космологический, космогонический процесс завершается на небе. А почему он должен там завершаться, а не наоборот? Небо завершает, и, может быть, это каузатив. Вот, творческая сила неба или творящая сила неба, она завершает, она все творит, и оно все завершает. Почему завершается там? Ну, завершает. Ну, то есть, это то, кто осуществляет творение, да, по факту? конечно, конечно. Ну, это естественно, все может быть, конечно, в этом мире, но, исходя из здравого смысла, это и должно быть именно так. Из того, что оно покрывает, вовсе не следует приоритет вот, крышкообразной теории по отношению к яйцеобразной. Потому что в яйцеобразной теории небо тоже покрывает только яйцо. Абсолютно. Это просто, так сказать, примысливание какое-то, ничего, тут из этого не следует, никакая из этих концепций. Вот. В любом случае, оно покрывает. И последнее, насчет сюй-кун. Значит, в китайской терминологии встречаются оба варианта. И сюй-кун, и кун-сюй. Значит, некоторая разница такая. Кун, если вы идете по пути буддизма, то кун это шунья, и сюй-кун тоже шунья. А, значит, если наоборот, то уже идет ассоциация в традиционную китайскую философию, и там сюй, это как раз небо, как великая пустона, тхай-сюй. Вот. Там Джанзай, прежде всего, но и до него там было и в ханьской философии. Вот. Поэтому это и для этого наилучший перевод для просто сюи вместимость. То есть это специфическая пустота, она в неком смысле противоположна кун, потому что кун это как раз пустота-пустота и ассоциируется именно с небом, небесная пустота. А сюй это не только с небом, а это некое шире космологическая вместимость, то есть она наоборот вся наполнена, а и второй у нее смысл психологический. То есть это пустота сердца, которая тоже позволяет ему вмещать в себя все. Это именно вместимость. Вот как в арту было сказано, что там про арту у вас про сюй было сказано. А это же про кангутские знаки, поэтому черт его знает, какое они тут имели в виду. Ну, в общем, вот такая такая некоторая разница в терминах, а вот что вы там выбираете. Спасибо большое. Да, я, собственно, надеялся на какие-то вот такие советы. Спасибо. Так, там какие-нибудь есть у нас вопросы в чате? А, да, конечно. У меня вопрос такой, как у очень далекого от тангутоведения человека, просто в принципе возможно ли это или нет? Вот смотрите, вы анализируете это все, исходя из китайской роглифики. Существует ли возможность анализа этих понятий с привлечением родственных языков через фонетику? Или это просто неимоверно сложно, нереально? Ну, смотрите, значит, я все-таки стараюсь это в основном делать ну, то есть здесь просто китайский перевод позволяет проверить варианты, конечно, всегда лучше опираться на примеры в тангутском языке, у нас не для всех знаков есть контексты, но это, конечно, первый для нас вариант, тут как раз эти китайские знаки, они просто позволяют верифицировать, иногда там есть большие несовпадения. Что касается родственным языкам, то это такое немножко, не скажу, что завтрашний, но вот он только начинается этот день в тангутоведении, может есть действительно некоторое количество тянских языков, там всяких, хорпа, гелрунг и так далее, которые много в чем близки и со временем, видимо, но тоже сейчас есть некоторое количество работ, где привлекаются данные по этим языкам, по каким-то вещам, но пока еще не очень много и что-то это даст, но, к сожалению, это вот не то, чтобы это прям не ягнобский диалект и сагдийский, да, то есть вот тут больше, больше разница, но, конечно, это обязательно, это уже делают, это будет продолжаться дальше и что-то нам еще это, естественно, даст. Так, все? В чате есть вопрос. В чате давайте. Ростислав Березкин спрашивает, есть ли в этом глоссаре буддийская лексика? И если есть, то много ли таких слов? В этом глоссаре есть буддийская лексика, правда, больше связанная со всякой обрядностью. У меня даже был по этому поводу доклады, значит, обязанности монаха, всякие храмовые буддийские музыкальные инструменты и еще есть кусок, который я пока не сделал, там, значит, всякие обязанности мирянина, там, почитать, значит, будто быдхисад, встроить храм и что-то еще. В основном так, то есть вот такой прямо теологической части, в общем, насколько я помню, нету, а вот именно в таком смысле места буддизма в повседневной жизни довольно много всего есть. И там, кстати, в основном тибетское влияние сразу очень заметно, в отличие от всех остального массива. Субтитры создавал DimaTorzok